Как правильно собрать мочу для анализа у грудничка, девочки и мальчика? По их рассказам нужно просто отжать пеленку, на которую перед этим пописала дочурка. Конечно же, этот способ категорически неправильный, так как вместе с мочой в лабораторию вы доставите ворсы различные бактерии. А вот как правильно собрать материал для анализа мы с вами сейчас разберемся. Вы только что вышли из кабинета педиатра и в недоумении вертите в руках направление на сдачу анализа мочи. Оно и понятно, ведь вашей малышке несколько месяцев от роду и собрать материал для исследования обычным способом нереально. Сразу вспомнились советы бывалых бабушек, как собрать мочу у грудничка, девочки или мальчика. Чем собрать мочу у малыша? Вы уже знаете, что при помощи пеленки анализ мочи собирать нельзя. В ту же категорию запрета отнесите и добывание жидкости при помощи памперса или ваты. Кстати, подгузники мало того, что поделятся своим биохимическим составом, так еще и действуют как фильтр. Так что польза от такого анализа, как с козла молока, детский горшок прибор, прямое назначение которого сбор мочи. Однако в случае с лабораторным анализом он не подходит. Как бы вы его не вымывали или обдавали кипятком, пластмасса непригодна для сбора материала для анализа, так как вопрос стерильности. Остается открытым, другой способ, также знакомый вам из детства, стеклянная тара или специальный пластиковый стаканчик. Вполне приемлемый, но отнюдь не самый простой вариант сбора мочи у грудничка девочки, которую еще нельзя посадить, есть и более. Практичные варианты, мочеприемник или обычный полиэтиленовый пакет, но и их использование потребует от вас некоторой сноровки. Достоинства и недостатки мочеприемников Вы должны знать два главных недостатка мочеприемника, то, что его нужно не забыть купить заранее в аптеке, а также то, что необходимо потренироваться одевать его и снимать, не разлив драгоценный материал. То есть, в принципе недостатков у фабричного мочеприемника нет. Обратите внимание, что есть специальные мочеприемники для мальчиков и специальные для девочек, это важно, так как принцип крепежа несколько разный. Теперь о достоинствах, собрать мочу у грудничка, независимо от его половой принадлежности, легко и просто полная стерильность. Моча собирается строго в мочеприемник и не разливается по поверхности, на накопительном оцеке есть мерная градация. Стоимость приспособления приемлемая, можно приобрести в любом аптечном киоске. Плюсы и минусы вы уже оценили, пора переходить к практическим занятиям. Подготовительный этап прежде всего, вам нужно заранее купить мочеприемник, а лучше два, так как можно повредить приспособление. Во время его распаковки, малышку вы хорошо подмываете под проточной водой, а также стерилизуете тару, куда затем сольете мочу. Этап работы с мочеприемником практическое занятие, как собрать мочу у девочки или грудничка мальчика при помощи мочеприемника. Вы начинаете с открытия самого приспособления. Аккуратно разрываете пакет, чтобы не повредить содержимое, расправляете все его части, затем снимаете клейкую ленту и осторожно прикрепляете. Как на рисунке, обратите внимание, что на мочеприемнике есть желтый крестик, он должен находиться между половым органом и анальным отверстием. Грудничка лучше держать на руках, так накопительный пакетик будет свисать, и моча не перельется, малышка. Все это время может капризничать, поговорите с нею, спойте ее любимую песенку, обнимите и погладьте, если ребенок долго не писает. При этом плачет и нервничает, попробуйте включить воду в кране, возможно журчание поспособствует мочеиспусканию, вы можете дать. Грудничку попить, это касается детей старше шести месяцев, которых уже можно допаивать водичкой, или пососать грудь, часто это тоже. Помогает быстрее пописать малышам. Завершающий этап, когда заветный материал для лабораторного анализа собрался в накопительном пакете в объеме не меньше 5 мл. Вы можете освобождать малышку, после вы аккуратно надрезаете кончик пакета и сливаете мочу в стерильный стакан или баночку. Мочеприемник вы отправляете в мусорное ведро, а стерильную емкость как можно быстрее в лабораторию. Достоинства и недостатки пакета для сбора мочи у детей. Если вы не знаете, как быстро собрать мочу у грудничка мальчика или девочки, то на помощь придет обычный пакет. Вы сами понимаете, что нужен новый, ранее использованный, или чего хуже постиранный пакет пригодится разве что для утилизации использованных подгузников, но не для стерильной процедуры сбора мочи. Пакет нужно надрезать по бокам и соорудить что-то наподобие подгузника, завязав концы на бедрах, вам лучше подержать малыша на ручках. Тогда жидкость стечет вниз и не будет протеканий, если повезет, ребенок пописает в течение нескольких минут, но будьте готовы. Что придется походить и полчаса, после пакет нужно аккуратно снять и слить мочу в стерильный стаканчик. Достоинство сбора мочи у ребенка с помощью пакета. Метод всем доступен, так как пакет наверняка есть в доме любой хозяйки. Стерильность, простой в реализации, можно применять даже с грудничками. Полиэтиленовый пакет – это дешевый аналог оптичного мочеприемника. К недостаткам можно отнести разве что возможность порыва полиэтилена или дискомфорт при длительном контакте с кожей у грудничка. Кроме того, этот метод неудобен в старшем возрасте, когда малыш становится более активным и может сорвать приспособление. Сбор мочи в банку – старинный проверенный годами способ, как собрать мочу, это использовать банку. Инструкция к проведению, чтобы результат анализа был 100% правильный, нужно тщательно подготовить емкость для забора мочи. Банку следует вымыть содой, хорошо промыть, затем стерилизовать на водяной бане, так как вы подготавливаете банки для консервации. Гигиена самого грудничка должна быть не менее тщательной, от этого также зависит результат анализа, затем малыша кладете на спинку на пеленальный столик, заранее застеленный непромокаемой пеленкой, ножки фиксируйте в согнутом и прижатом в животику положении. Банку подносите к половому органу, но не прикасайтесь к нему, и ожидайте, когда ребенок пописает, вы можете немного надавить на лобковую часть, это может спровоцировать малыша пописать быстрее. Но у ребенка в три месяца, который еще не сидит, да и в положении с согнутыми ножками вряд ли согласится долго лежать, трудновато будет подловить нужный момент, поэтому рекомендуем вам использовать вместо банки тарелку. О том, как развивается ребенок в три месяца, вы можете прочитать в статье, что должен уметь ребенок в три месяца. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. План действий, малютку нужно подмыть, на пеленальном столике разложить пеленку, затем положить грудничка. Девочку лучше положить на животик, под нее подсунуть тарелку, заранее приготовить емкость для сбора мочи, это может быть специальный стаканчик или хорошо простерилизованная баночка, как только грудничок пописает, нужно слить жидкость в тару. Вы можете поспособствовать тому, чтобы малышка быстрее пописала. Можете дать ей попить, включить кран с водой или переливать жидкость из одного стакана в другой. Иногда помогает щекотка, грудничок засмеется и быстрее пописает. Вам интересно будет узнать, когда ребенок начинает смеяться. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Как вы сами смогли убедиться, в случае с новорожденной девочкой метод банки почти недейственный, в данном случае рулит метод тарелки. К недостаткам можно отнести вопросы по стерильности и комфортности. Правила сбора анализов у грудничков. Вы знаете, что анализ мочи может проводиться тремя методами, традиционный по Нечипаренко, суточный по Одискаковскому. И анализ на содержание кальция по Солковичу. Материал для первого и третьего анализа вы собираете одинаково, утром, отбирая среднюю порцию мочи. Вам необходимо набрать не меньше 5 мл мочи. Конечно, в случае с грудничком, речь о средней порции не идет, тут как бы вам собрать хоть какую-то мочу. Но если лечащий врач настаивает на правилах, то можно попробовать метод сбора при помощи банки. Нужно приготовить три емкости и когда грудничок начнет писать, быстро менять стеклянную тару. Второй анализ по Одискаковскому собирается на протяжении всех суток в одну емкость, затем все хорошо перемешивается и на анализ. Отливается 200 грамм жидкости. Этот вид анализа мочи в случае с грудничком вызывает самые большие трудности. Во-первых, малыш писает каждые полчаса, а то и чаще, и лежать весь день на пеленальном столике он не будет. Метод с пакетом также под вопросом. В данном случае придется поэкспериментировать и на протяжении всего дня использовать различные способы, в зависимости от ситуации. Общие правила для всех видов анализа мочи – гигиена половых органов грудничка, стерильность во время сбора материала. Стерильность тары, в которой будет переноситься моча, быстрая доставка мочи в лабораторию. Кстати, интересный нюанс. В правилах сдачи анализа мочи для взрослых есть четкий перечень, чего нельзя кушать или пить. В списке – лекарственные препараты, мочегонные, соленые, перченые, различные приправы, есть даже оговорка относительно свеклы и моркови, которые могут изменить цвет мочи. Что интересно, такие ограничения касаются и грудничков. Понятно, что ваша малышка сама эти продукты не употребляет, но вот через ваше грудное молоко получает сполна. Вам не стоит кушать с вечера огурцы, дыни или арбузы, так как они являются мочегонными, а, следовательно, могут повлиять и на состав вашего молока. Обратите внимание на ваш рацион, если хотите получить адекватный ответ из лаборатории. О том, что можно кушать кормящей маме, вы можете посмотреть в курсе «Безопасное питание кормящей мамы ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ», относительно быстрой доставки собранного материала в лабораторию. Вы должны знать, что в тепле моча быстро изменяет свой состав, особенно в отношении бактериологического фона. Как купать новорожденного? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ